Сейчас выйти на связь с нашими коллегами из Керчи. Безопасность прежде всего. В Керчи приступили к санитарной обработке общественных зон. Об этом поговорим с Дарьей Зиминой, она на прямой связи со студией. Даша, доброе утро. Как часто проводят такие работы? Коллеги, доброе утро. В борьбе с коронавирусом все средства хороши, поэтому помимо дезинфекции, остановок общественного транспорта, дорожного полотна и тротуаров, а также подъездов, коммунальщики вплотную занялись санитарной обработкой общественных территорий зон отдыха. Это скверы, парки, детские, а также спортивные площадки. Такая работа в Керчи ведется ежедневно. Работники муниципальной управляющей компании, надев специальные защитные костюмы и вооружившись необходимым инвентарем, опрыскивают хлорированными растворами поверхность парапетов, бордюров, скамеек, уличных тренажеров и игровых комплексов. Все эти меры направлены на нераспространение инфекции COVID-19. Напомню, в Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители должны соблюдать самоизоляцию и не покидать своих домов без уважительной причины и соответствующих документов. Однако, несмотря на это, места общего пользования должны оставаться в чистоте и не приносить никакой угрозы населению. Поэтому процесс дезинфекции власти держат сегодня на особом контроле. Более подробно о том, как ведется санитарная обработка мест общего пользования, скверов, парков и так далее, может рассказать директор муниципальной управляющей компании «Жилсервис Керчь» Игорь Носков. Коллеги, на этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня и передаю слово. Огромное спасибо, Даша. Желаем вам отличного настроения, только добрых, позитивных новостей. Напоминаю, на связь была Керчь и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Дарья Зимина. Ну и тема, слушай, тема обширная, тема актуальная. Надо продолжать, я считаю. Я считаю, что мы с удовольствием продолжим, потому что уже с нами на связи находится Игорь Носков, как уже сказала Дарья, директор «Жилсервис Керчь» и хочется сказать ему «Доброе утро!» Доброе утро! Доброе утро! Игорь, расскажите, пожалуйста, как же все-таки обработка общественных зон происходит в Керчи, парков, скверов? Подробнее. Да, наше предприятие сейчас, закатив рукава, активно подключилось к этим мероприятиям. Мы закупили более одной тонны уже концентрированного гипохлорида, натрия. То есть у нас в специальной емкости хранится, каждый день разводятся. То есть мы наладили этот процесс, создали бригаду. 30 человек вот у нас уже полностью укомплектованы. И сейчас мы еще закупаем 30 комплектов спецодежды с оборудованием. И да, вот на экране мы видим, наши люди сейчас вышли на общественные территории. То есть мы сейчас определяем места, где массовое скопление людей, точки притяжения. Это аптеки, рынки, где люди прогуливаются часто. И обрабатываем вероятные места, где они могут там посидеть, там прикасаются, то есть перила, скамейки. Обрабатываем урны, обрабатываем тротуары. Ну и набираемся как бы опыта. То есть мы уже понимаем, какой объем работ, сколько нужно противодезинфицирующего материала. У нас с нами вместе работают военные. Мы обрабатываем их спецмашины, ездим остановки. То есть порядка 30-40 остановок в день у нас обрабатывается по центральным маршрутам. Также мы заезжаем на АЗС и тоже обрабатываем. То есть наше предприятие, коллектив предприятия, участвует активно в борьбе с этой блячкой. Ежедневно мы обрабатываем и порядка тысячи многоквартирных домов. То есть у нас там графики разработаны. И люди все, никто у нас не пошел ни на отпуск, все понимают ответственность и весь коллектив очень активно участвует во всех мероприятиях. Делаем все, что можем. Игорь, скажите, пожалуйста, а вот коллектив, который принимает непосредственно участие в дезинфекции городского пространства, он проходил какое-то обучение? Ну, специального обучения не проходил. У нас есть специализированная организация, ФБУ, мы все знаем, да, это профессионалы, которые имеют лицензию. Мы с ними консультируемся постоянно. Они нам выписали определенные инструкции, которые мы, я своим даже приказом утвердил на предприятии. И данные инструкции, каждый человек ознакомлен, обучен, и там ничего сложного нет. Для этих мероприятий не требуется специализированная лицензия. То есть ФБУ подключается только там, где проходят финальные обработки, уже если есть очаги. А мы занимаемся профилактикой. Поэтому люди, конечно же, наши все проинструктированы, каждый день они проходят инструктаж перед выходом на эти мероприятия. И поэтому, ну, и, соответственно, мы уже набрались определенного опыта и понимаем, что и как мы должны делать. То есть мы сможем даже с другими поделиться. Игорь, как долго подобные меры будут продолжаться? Как долго вы будете заниматься санитарной обработкой? Ну, мы только, можно сказать, начинаем. То есть мы будем заниматься этими всеми мероприятиями столько, сколько это потребует ситуация. Вот самый лучший, самый правильный ответ. На этой хорошей, позитивной ноте вам скажем спасибо. Нашим телезрителям напоминаем, что это утро вместе с нами встречает Игорь Носков, директор муниципального унитарного предприятия «Жилсервис Керчь».